Здравствуйте, Казахстан, Министерство технологий и бизнеса, старший преподаватель кафедры «История Казахстана и социально-гуманитарной дисциплины» Джума Мухаммедова, Батима Жаншипова, дисциплина «Русский язык», занятие «Песарское», «Проблема урбанизации населения». Цель занятия – формирование представлений об урбанизации как в всемирном процессе, задача – учить применять различные источники технологической информации, обеспечить развитие коммуникативной и информативной культуры учащихся, и играть чувство любви к родному городу, родной стране, уважению к его титулу. Урбанизация – это глобальный процесс миграции населения из сельской местности в городскую, что приводит в итоге к темнинему росту городов. Самый термин – это латинское происхождение, урбанус, что буквально переводится как городской. Понятие урбанизации. Урбанизация – это один из таких ярких феноменов современности. Ее экологические источники можно раскрыть на следующем примере на этом слайде. Урбанизированная территория занимает немногим более 1% площади земной суши, но концентрирует выше 45% всего населения земли на этой площади. И производит 80% внутреннего валового продукта. И в этом дает 80% всех выбросов в атмосферу и в гидросферу. Вот что такое урбанизация. Термин. Агломерация. Агломерация – это слияние больших городов. Мегаполис – это гигантское скопление агломерации. Иммиграция – это выезд людей из страны. Иммиграция – это въезд в страну на постоянное место жительства. Субурбанизация – это процесс развития пригородов больших городов и переселения населения в пригороды. То есть из больших городов в пригороды. Руль урбанизация – это распространение городских форм жизни в сельских поселениях за счет миграции не городских жителей. Лозная урбанизация – это примитивный рост численности городского населения, не сопровождающихся ростом числа рабочих мест. Появление неблагоприятных поселений. Руль реализации, как мы говорим, геоурбанизации – это отток населения из городов в сельскую местность. Причины – урбанизация. Существует огромное количество причин, которые способствуют развитию урбанизации. К ним относятся различные экономические, социальные и культурные факторы. Тем не менее, среди всех можно отметить несколько основных, которые влияют на процесс урбанизации населения больших городов. Больше всего это глобальная индустриализация. Глобальная индустриализация, когда по своей сути, это переход от старой экономики сельского хозяйства к новой, уже не сельскохозяйственной, может быть, развитие промышленности. И благодаря промышленной революции здесь открываются, допустим, фабрики, где, естественно, ТОТИ это и стимулировало рост построек в границах города. Коммерция. Ну, коммерция, это слово коммерция ассоциируется со словом торговля. Где торговля, там есть и развивается бизнес. А где есть бизнес, там всегда люди. Социальные аспекты. Социальные аспекты, это такие аспекты, в которых явно лучше, чем сельская возраста. Это такие аспекты. Это лучшие условия для проживания, развития системы образования, хорошая медицина, хорошие условия для отдыха. И, естественно, наличие социальной жизни, развития социальной жизни. Рынок труда. В городах и поселках существуют широкие возможности для трудоустройства, которые постоянно привлекают людей из сельских районов. Поэтому большинство людей мигрирует из сельской местности города, где, естественно, рабочие места и оплата выше. Следующее, это модернизация и изменение образа жизни. Здесь, раз, наш город, там и технология лучше, технология лучше, и коммуникация лучше. Естественно, инфраструктура, инвестиция, техозаведения больше, и социальное удобство. И, естественно, люди, как такси не отдают такому образу жизни, больше, как такси не отдают. Следует помнить, что урбанизация – это естественное явление, которое возникло благодаря развитию человечества. Данный процесс принес с собой как позитивные моменты, так и негативные моменты. К позитивным моментам, это относится к следующему. Возможность получить более высокооплачиваемую работу, развитие технологий и инфраструктуры, развитие транспортной связи, качественное образование, видится и на хорошее, улучшение качества жизни. А к негативным моментам можно отнести проблемы с жильем. Проблемы с жильем – это когда организация привлекает людей к городам, приводит к увеличению численности населения. Здесь увеличение числа жителей и возникает инфарктов свободного жилья, повышается цель на жилье. Перенаселение – это еще тоже одна проблема урбанизации. Большое количество людей живут на маленькой площади. Здесь создаются дополнительные нагрузки на коммуникальные службы и даже на инфраструктуру в целом. Безработица. Безработица – это когда данная проблема существует даже в самых развитых городах. Дело в том, что из огромного количества жителей рынок труда переполнит рабочими, нуждающимися в работе. То есть людей много, рабочих рук много, но нет рабочих мест. И в результате возникает, это порастает безработица. Следующее – это антисанитария, плохая медицина и болезни. Из-за того, что перенаселение идет у города, здесь недостатки, естественно, водоснабжения, очистки сооружения, проблемы. Такие проблемы ведут, конечно, к плохой канитарной обстановке. И сочетание плохой медицины – это способствует росту чистых заболеваний. Дальше – трущобы и бедные кварталы, здесь можно добавлять постройки. Здесь стоимость проживания в городских районах очень высокая, поэтому спонтанным ростом населения безработицы возникают целые кварталы из крючок, здесь, как я бы сказала, пристройки, постройки и так далее. Затем – проблемы с транспортом. Проблемы с транспортом – это когда заторы в таких крупных городах, заторы на дорогах. И городская преступность – это прихватка ресурсов, перенаселенности, безработица, ищета, отпуск с социальных услуг. Все это приводит к социальным проблемам, включая себя гостиния, зоопотребление наркотиками и, конечно же, преступность. Вот на этом слайде видите карту – это география мировой урбанизации. Здесь указаны цвета, и здесь какие-то цвета страны. Казахстан – это вот такого количественного цвета. Уровень урбанизации в Казахстане составляет 50-65%. Есть крупнейшие городские патроны рации, есть средний уровень, низкий уровень. Следующие уровни и темпы урбанизации. Вот высоко урбанизированные страны, доля городского населения более 50%. Обратите внимание, Кувейт – 98% составляет эта урбанизация, высоко урбанизированные страны. Бердио – 97%. Великопитание – 90%. Аргентина – 90%. И Нидерландия – 89%. Доля городского населения – 20-50%. Нигерия – 44%. Индонезия – 41%. Китай – 36%. Индия – 28%. Конго – 30%. Слабо урбанизированные страны. Слабо урбанизированные страны. Здесь страна в Нидер – 21%. В Вьетнам – 20%. НПО – 17%. Непал – 12%. Организация очень низкая. Вот здесь вы на этом слайде видите, что уровень предоставленных список стран по уровню урбанизации на 2011 год. Согласно ему, в мире имеются 4 страны с уровнем урбанизации 100%. Три страны – это Гонконг, Сингапур, Науру и Монако. Среди ведущих различных стран по этому показателю можно привести Францию – почти 86%. США – 82,6%. В Великобритании – почти 80%. Германия – 74%. Три страны СНГ по уровню урбанизации «Легиры Беларусь» – 75,2%. Россия – 73,2%. Украина – 69,1%. Армения – 64,3%. Казахстан – 58,8%. Согласно статье 3 закона Республики Казахстан об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан города подразделяются. Города республиканского значения – это численность населения более 1 миллиона человек. Города областного значения – численность населения более 50 тысяч человек. Города районного значения – численность населения не менее 10 тысяч человек. На этом слайде, видите, первыми современными обамистическими центрами Казахстана должны стать «Астана», «Алматы», «Цинекен» и «Актери». Я уже обратите внимание на эти цифры, я уже перечислила, вышла, уже сказала. «Урбанизация, процесс роста городов и городского населения». Крупнейшие города Казахстана – «Астана», «Алматы», «Шинкен». Немнадцатур, «Алматы», «Алматы» От Тюбинска 61,1%. В Казахстане насчитывается 87 городов. Из них два города республиканского подчинения, это Алматы, Астана, 40 городов областного подчинения, 45 городов районного подчинения. Характерной частью развития городов в Казахстане является преобладание малых городов. В Казахстане 59 городов, но в них проживает около 16%. В средних городах это 11 городов у нас, там проживает более 11%. 72,7% городского населения проживает в 14 крупных и в 3 крупнейших городах страны. Больше всего городов в Казахстане, там 11 городов. На сегодня высокие цензы урбанизации наблюдаются в Казахстане, Алматы, Алматинской области. И в течение 2020 года урбанизация увеличится еще на 10%. При сфере урбанизации, темп роста населения при городах по сравнению с городами, центрами, агломерат выше, что можно наблюдать больше всего в районе Алматы. При сфере урбанизона Алматы, включением самого города Алматы, можно сейчас еще объявить как алматинскую агломерацию. Агломерация по слиянию, как мы знаем, больших городов. А суборганизация это развитие пригородов, больших городов и перенаселения из крупных городов в пригородах. По статистике последних лет в Казахстане не урбанизация, а рурализация. Рурализация это деурбанизация. А что такое деурбанизация, как я уже говорила, это отток населения из городов в сельские выставки. Красный цветок это сельское местное, а черный цветок это город. Вы родители думали, сейчас это отток. Уровень урбанизации и плотность населения к 2020 году. Здесь синим цветом указано сельское население, зеленое это городское население. Вот посмотрите, здесь городское население проживает где больше? Вот Арагандинская область, обратите внимание, 79% это городского населения. Уровень урбанизации и плотность населения. Так, и обратите внимание, больше всех сельского населения это Алматинский область. 77% остальные, а 74% в сельском октябре. Возможно, туда и пригород входит, и так далее. Распространение молодежи по регионам Казахстана. Больше всего, значит, молодежи это Южно-Казахстанской области. Затем идет Алматинская область, затем идет город Алматы, затем восточно-казахстанская. На этом слайде мы видим городское и сельское население. Обратите внимание, синим цветом, цветло-синий это городское, и сельское это полно-синий. Обратите внимание, в 1897 году, это было, сколько это значит, 15, и об этом понимали, график растет. И уже в 2002 году, 73, это было в 2002 году, а сейчас уже 20-й год. Сейчас немножко где-то отсок населения в сельское население. Доля городского населения, вот обратите внимание, население 2019-й год и 2018-й год. Здесь расписаны по областям. Республики Казахстан, доля городского населения 53,2, и здесь уже в 2018 году 57,6%. И обратите здесь по областям. Здесь тоже идет отток небольшой. От Молисового 44, городского населения 54. Семь не намного, но идет. Западная Казахстанская 44,7 и 45,1. Здесь все же самое. Замбулского 41 и 44. Воспределение населения Казахстана по населенным пунктам разного статуса. Города республиканского значения 16% Воспределение населения Казахстана. Так, здесь идет города областного значения. Здесь составляет 27%. Города областного значения 12%. Города районного значения 6%. И поселки, и сельские населенные пункты 59. Ну, знаете, все равно, поселков и сельские населения поживают числить население чуть больше. Ну, по сравнению, конечно, сельские населения 16%. Так, потому что республиканского значения значения так далее. В селье июля городское население больше значительно. Население, населенные пункты разного статуса. Динамика за 28 лет. Города республиканского значения. В 91-м году было 2, в 17-м году 2. Это Алматынская и Астана. Города областного значения. В 48 и 38 уменьшилось городов областного значения. Города районного значения. Здесь тоже в районе Немани было 36% в 21-м году. В 17-м году стало больше. Поселки. Было 214 поселков, а здесь стало всего лишь в 17-м году. Насколько уменьшилось, обратите внимание. Численность городского и сельского населения республики Казахстан на начало 18-го года. Численность, вот обратите внимание, всего арестундук Казахстан проживает на 17-м миллионов. Все-таки городского населения больше на 3 с лишним миллиона. Заключение. Подведем итоги сегодняшнего занятия. Урбанизация привлекательна тем, если будут соблюдены следующие спектры для населения города. Это широкий спектр рабочих мест, низкая стоимость проживания, высокий уровень жизни, тягящий налог, слабое вмешательство в бизнесе страны государства, создание благоприятных условий для населения городов, обеспечить процентами городов, которые станут важнейшими факторами для вхождения страны, число высокоразвитых государственных именов. Задание первое. Ответьте на вопросы. Здесь даны вопросы, должны ответить на эти вопросы. Задание второе. То же самое. Ответьте на вопросы. Тоже связано с урбанизацией. Задание номер три. Проверочный тест. Что такое урбанизация? Основные принципы. Задание для самостоятельных работ обучающихся. Охарактеризовать тенденции урбанизации Казахстана в любом формате. Дискуссия, презентация, на все. Спасибо за внимание. Задание для самостоятельных работ. Задание для самостоятельных работ. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...